Почему камни двигаются? Скворцы танцуют, а умирающий человек видит свет в конце туннеля. Наука не стоит на месте. То, что считалось феноменом и неразрешимой задачей еще вчера, сегодня получило доказательное научное объяснение. О самых удивительных тайнах, которые раскрыли ученые в проекте «Популярная география» на канале Вселенная Beautiful World. Феномен роста человека. С каждым поколением люди становятся все выше. Этот природный феномен был недавно подробно исследован и описан учеными на примере голландцев – самой высокой нации на Земле. За последние 200 лет жители Нидерландов выросли примерно на 20 см. Средний рост мужчины составляет 1,84 м, женщины – 1,71 м. Пытаясь понять причину столь стремительного роста нации, команда специалистов проанализировала базу данных о 94 тысячах жителей трех северных провинций страны. Во внимание ученых попали лишь люди старше 45 лет, которые родились в Нидерландах от родителей голландцев. Оказалось, что в период с 1935 по 1967 год больше всего детей рождалось у высокорослых мужчин. Женщины выбирали более высоких партнеров, так как рост ассоциировался с лучшим здоровьем, хорошим уровнем образования и доходом. Скачок роста, который продемонстрировали голландцы, может служить наглядным примером эволюции человека в действии и доказательством того, что она еще не закончилась. Это исследование доказывает, что человеческая популяция все еще и является предметом естественного отбора, заявил биолог Ельского университета Стивен Стирнс. Ползающие камни Самодвижущиеся камни, которые буквально ползают по высохшему озеру в долине смерти Национального парка Соединенных Штатов Америки, находятся под пристальным вниманием ученых с 1940-х годов. За это время выдвигалась масса гипотез, объясняющих геологический феномен. Об ураганном ветре, воздействии магнитных полей, аномальной зоне, появилось даже предположение о том, что камни перемещают работники парка. Вопросов всегда больше, чем ответов. Способен ли ветер переместить камень весом до 350 кг на расстояние до 200 метров? Почему камни движутся хаотично, без общего направления? Почему некоторые из них остаются неподвижны? И куда, наконец, исчезают камни, от которых остается один лишь след? В 2011 году команда исследователей из Института океанографии Скрипса затеяли эксперимент. Ученые установили метеостанции в долине смерти и принесли на озеро 15 камней, оборудованных GPS-приемниками. Экспериментировать с исконными камнями в долине смерти руководство национального парка запретило. Трехлетнее наблюдение позволило подтвердить одну из вышесказанных ранее гипотез. Камни катятся под действием силы ветра. Причем происходит это только зимой, когда в морозные ночи на валунах образуется корка льда, выполняющая роль паруса. Параллельно также ученым удалось обелить туристов в глазах смотрителей парка. Те полагали, что пустые дорожки от камней доказывают, что посетители воруют камни. Исследователи убедили их в том, что это всего лишь следы от растаявших льдин. Живые и цветные дожди. Дожди из креветок, рыб, лягушек, пауков, червей или птиц – редкое природное явление, которое пугало людей еще в древние времена. И продолжает смущать в наши дни. Например, в мае этого года осадки в виде миллиона мелких паучков выпали в австралийском городе Голнберн в Новом Южном Уэльсе. И были расстоянины некоторыми жителями как знамения скорого конца света. К счастью, у людей науки нашлись объяснения для живых дождей. Большинство ученых сходятся во мнении, что виной всему водяные смерчи и торнадо, которые выхватывают животных из среды их обитания и переносят на огромное расстояние. Что касается рыб, то они не всегда падают сверху. Некоторые виды умеют ползать по суше и даже дышать легкими. Например, двояко дышащие рыбы-протопторы. Вероятность осадков из мертвых птиц повышается во время новогодних праздников, когда в небе взлетают тысячи петард и фейерверков. Еще один природный феномен – это цветные дожди. До сих пор наводили панику во многих городах мира. В Индии в 2001 году в течение двух месяцев шел кровавый дождь. В Саратовской области недавно выпал оранжевый снег. Ученые быстро реагируют на подобные аномалии и находят им объяснение. Так, в российском снеге обнаружились частицы африканского песка из пустыни Сахара, а в дожде – споры местного лишайника. Снег с вкраплениями песка выпал в Саратовской области. Жители региона могли наблюдать необычные природные явления в виде зимних осадков с желтым оттенком. Необычную расцветку снега, по словам метеорологов, обеспечил песок из Северной Африки. Воздушная масса прошла через Средиземное и Черное моря насытилась влагой и песком, который в итоге с осадками оказался на саратовских улицах. Сотрудники гидрометцентра уверяют – никакой опасности для жителей такой необычный снег не несет. Мурмурация птиц Невероятно эффектный полет стаи скворцов по-научному называется мурмурацией. Это явление больше похоже на танец или авиашоу из удивительных небесных фигур, возникающих в небе. Это явление было одним из главных загадок орнитологов. У ученых имелись несколько гипотез о том, как и для чего птицы сбиваются в громадные стаи и устраивают шоу в небе. Одни специалисты полагали, что подобные полеты нужны пернатам для обмена информацией о том, куда следует лететь и где находятся места с кормом. Другие считали, что танцы помогают скворцам защититься от врагов, вводя их в заблуждение и запугивая. Объяснить это природное явление не помогли даже сложные алгоритмические модели. Однако в прошлом году ученые из Йоркского университета в Великобритании сделали важное открытие. Они объяснили феномен мурмурации скворцов с помощью динамики темных и светлых пятен в летающей стае. Было замечено, что каждый скворец в гигантской стае принимает такое положение, чтобы на него падал свет со всех сторон. Это дает возможность почерпнуть максимум информации при полете. Все фигуры и изменения в массовом танце происходят из-за того, что скворцы поддерживают это состояние. Предельные прозрачности, меняя положение в зависимости от солнечного света. Ученые построили компьютерную модель мурмурации и убедились, что движения и фигуры стаи напоминают естественное перемещение скворцов в природе. Что подтверждает правильность нового алгоритма. Массовое пермское вымирание. Величайшая катастрофа на планете произошла в конце Палеозойской эры. Это около 252 миллионов лет тому назад. Тогда вымерло 96% морских видов животных, 83% вида насекомых и 70% представителей наземной фауны. До недавнего времени ученые могли лишь строить гипотезы о том, почему это произошло. Выдвигались версии о падении метеорита, столкновении Земли с астероидом, выброс метана, резком изменении климата. Многие ученые сходились во мнении, что виной катастрофой явилось изменение сибирских трапов в результате мощного извержения в истории Земли. Наиболее полные доказательства этой версии были представлены в апреле этого года международной командой геофизиков и геохимиков. Ученые установили, что 252 миллиона лет назад трапы из Сибири выбросили в атмосферу триллионы тонн углекислого газа, что привело к окислению воды в мировом океане и сделало его малопригодным для жизни. Выводы ученых основываются на изучении двух типов изотопов бора, которые содержатся в известняке у побережья Объединенных Арабских Эмират. Измерения показали, что за 10 тысяч лет уровень pH океана снизился на 0,7. Это настолько быстрое изменение, что океан просто не смог защититься от увеличения уровня CO2. Миграция от животных Миграция сама по себе это чудо. Ученым долго не удавалось узнать, как именно многие поколения животных безошибочно находят место зимовок, которые когда-то выбрали их предки. Последняя из раскрытых тайн – миграция бабочек-монарх. Каждая из них живет около двух месяцев, но при этом короткая жизнь особей не становится преградой для большого путешествия всей колонии. Ежегодно полчища бабочек преодолевают тысячи километров, перемещаясь из Канады в Мексику. Осенью и возвращаются в Северную Америку по весне. 30 лет ученые не могли определить место зимовки монархов. Оказалось, это небольшая область в труднодоступных горах Мексики. Она была найдена в 1975 году и с тех пор стала местом паломничества любителей природы. Зона находится в границах биосферного заповедника Марипаса-Монарха. Лишь недавно биологам удалось объяснить, как именно бабочки путешествуют, находя дорогу к месту зимовки и обратно. Оказалось, у них есть сразу два природных навигатора. Солнечный датчик, позволяющий ориентироваться по свету. И магнитный компас, помогающий ориентироваться по магнитному полю Земли. Как показали исследования в 2014 году, магниторецепция является дублирующей системой для монархов. Она запускается лишь при недостатке солнечного света. Жизнь после смерти Люди, которые пережили клиническую смерть, нередко сообщают об одном и том же видении. Будто они находятся в темном туннеле и видят свет в конце туннеля. Многие верующие воспринимают эти свидетельства, как прямое доказательство существования загробной жизни. Недавно американские медики исследовали феномен света в конце туннеля. С помощью энцефалограммы они обнаружили у умирающих пациентов повышение электрической активности в одной из областей мозга. Заключение от врачей из Соединенных Штатов Америки выглядит очень рационально. Когда кровоснабжение в мозге замедляется и падает уровень кислорода, клетки мозга производят последний электрический импульс. Возникнув в одной части мозга, он лавинообразно распространяется по всей области. Именно это может вызвать необычные видения. Открытие, впрочем, никак не опровергает вероятность существования жизни по ту сторону смерти. Есть ли жизнь на Марсе? Марсианская лихорадка началась еще в начале 20 века. Когда Никола Тесла сообщил о загадочных сигналах, которые якобы приняли из космоса. Они были получены изобретателем в Колорадской обсерватории, когда он исследовал молнии. И строил первые экспериментальные установки для получения мощных электрических разряда. С тех пор ученые и весь мир не теряют надежды найти доказательства существования жизни на Красной планете. К этой задаче удалось приблизиться благодаря марсианской миссии НАСА. В 2014 году марсоход Кьюри Осити зафиксировал всплеск метана в атмосфере Марса и обнаружил органические молекулы в образцах, извлеченных в ходе бурения скалы Кемберленд. А в конце сентября 2015 года заявил о главной сенсации века – наличии воды на Красной планете. Недавно радар, летающий вокруг Марса, обнаружил на глубине полутора километров большие резервуары соленой воды. Сегодня многие ученые уверены, что условия, которые были на Марсе 3,5 миллиарда лет назад, вполне могли поддерживать жизнь. А обнаружить ее следы – дело техники. В феврале 2021 года до Марса долетели сразу три космических миссии с новейшим оборудованием – прибывшие из Соединенных Штатов Америки, Китая и Объединенных Арабских Эмират. Поисками жизни на Красной планете прямо сейчас занимается десяток аппаратов – роверы, марсоходы, орбитальные станции, спутники и даже первый внеземной вертолет. Каждый день исследований, проводимых роботами, приближает нас к новым знаниям. А если верить самым смелым прогнозам, то и возможности поселиться на Марсе. На этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. С вами был Евгений. Проект «Популярная география» на канале «Вселенная Beautiful World». До новых встреч! Всем пока!